Так, попытка номер 125. Всем привет! Сегодня мы будем устраивать супер деревенский прямой чайный эфир. Супер деревенский, потому что я нахожусь в деревне Ланапи. Андрей Никитин находится на Алтае. Лёха, привет тебе в Кемерово. Привет, ребята, которые присоединяются. У нас очередная попытка. Надеюсь, что в этот раз всё будет супер. Деревенский чайный прямой эфир. Если у вас есть вопросы про летний фестиваль чайный, пишите, задавайте. Будем обсуждать его тоже. У меня много вопросов, как это, что. Так, подключай, Андрей. Так, я тебя вижу, привет! Ну, привет. Будем надеяться, в этот раз получится. Слушай, в этот раз я тоже нахожусь в деревне и тоже не знаю, как будет, поэтому... Да, давай просто попробуем это сделать, как уж пойдёт. Слушай, я тут показала уже, у меня была попытка выйти в эфир, я показала, нашла бутылку у родителей, называется «Эликсир Сагаровка». Я сделала в ней колдбрю и подумала, что-то знакомое, Сагаровка, Чаджаевка. Да, Сагаровка похожа. Слушай, надо тоже, может, какую-то свою торговую марку создать, Сагаровка. Ну, конечно. Деревню тогда уж. Деревню. Ну, это ваш путь. Да, мы можем вернуться к тем вопросам, которые в тот раз мы попытались начать, как-то толком не обсудили. Да, да, давай, давай попробуем, чуть-чуть заходя назад, чтобы тему подвести, да. Не нажимай так, извини. Да, пока вроде все видно и даже слышно. Хорошо. Давай. Я буду пить свой новый продукт, колдбрю стеклянной бутылки. А мы говорили о чем, на какую тему начнем, про Чаджаевку или про чайные кусты? Ну, оно все взаимосвязано. Да. Ну, ты смотри, как... Давайте чуть-чуть, чуть-чуть, как бы откатимся назад. Не все видели прошлый эфир, и он был с перебоями. Чаджаевка – это поселение, которое вы организовали на Алтае. И несколько лет назад уже, да, вы сколько лет там живете? Ну, на самом деле, все это началось, все это 11 лет. Ага. Так, так. Мы тут пытались позвонить. 11 лет назад все это началось у нас, но, как бы, официально 9 лет назад мы вот эту землю уже оформили, и все у нас пошло в таком более, как это сказать, освоение началось 9 лет назад. Вот буквально вчера у нас был день рождения Чаджаевки, 6 мая, 9 лет мы отмечали. В следующем году юбилей. Да, спасибо. Сейчас я тоже себе чаю немножечко сделаю. Давай, давай. Да. Во-первых, я буду заваривать себе нашу траву, ферментированную таволгу, как раз для вечера, для такого спокойного состояния. Никогда не пробовала ферментированную таволгу. Вот об этом тоже очень интересно. В вашем поселении и вообще где вы делаете травы? У вас в магазине можно увидеть, что вы продаете алтайские травы, что это за продукт, кто этим занимается, где он растет? Ну, давай так, немножко тогда опять чуть-чуть в историю, чтобы более как-то системно об этом поговорить. В тот раз мы начинали говорить о том, как у нас получилось так, что была Чаджаевка, был параллельно наш чайный проект, и как это взаимосвязано или нет, ты меня спрашивала. Так вот, история в том, что тема с поселением, она зародилась параллельно и, в общем-то, напрямую с чаем не была связана. Ну, и люди, как я тогда рассказывал, которые стали жить в поселении, не были ни нашими какими-то клиентами или партнерами по чайному бизнесу, просто люди, которым была интересна тема изменить свой образ жизни и начать выстраивать какое-то сообщество немножко в стороне привычных условий и устоев. Но, однако, поскольку сами мы все время живем с чаем, то и те люди, которые с нами общаются, они тоже в этой теме неизбежно оказались. Поэтому, касаемо чая в таком классическом понимании, мы всегда его пили, всегда его заваривали, готовили и чайный фестиваль потом проводили, об этом, наверное, еще поговорим немножко. Но, поскольку это Алтай и место очень такое благостное в плане трав, у нас тут, в общем-то, в каком-то смысле идеальные условия для того, чтобы собирать дикоросы. Вот эти вот очень богатый ассортимент, очень много хороших травок и при этом условия, как бы здесь еще не слишком суровые горы. То есть, если чуть дальше в сторону Монголии от нас ехать, там уже, ну, настоящие такие горы с ледниками. Там очень красиво, здорово путешествовать, там на горы лазить и все такое, и мы, в принципе, в молодости этим занимались. Но там короткое лето, суровый климат, и чтобы прям жить там постоянно, это сложновато. Там, если сельское хозяйство, то это бараны примерно так вот. Другого хозяйства там особенно не разведешь. Слушай, они там пьют чай вот этот вот вареный с солью? Да, это вот про все эти кочевые рецепты тоже много мы об этом рассказываем, говорим. Для алтайцев это, в принципе, нормально. Ну, что-то типа Монголии, монгольского чая или там все вот эти вот вещи кочевые. Они там, у них, ну, можно прийти в Аил, есть такое традиционное жилище у алтайцев, шестиугольный такой домик Аил называется. Прийти и там вот приобщиться к этому обычаю, до сих пор они это делают. Вот. Я про травы. Да, 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 да. У вас растет все. У нас растет, ну, все не все, но очень много, очень много хороших травок, и многие из них такие, которые пригодны для того, чтобы делать чай. Ну, а тут надо сказать, что поскольку мы много общались с теми людьми, которые чай делают, и главным образом в Китае, много лет, ну, вот Леня рассказывал, ездили мы в экспедиции, общались с этими фермерами, со всякими отдаленными деревнями китайскими, где люди делают чай. И лично меня это как бы очень, сама эта тема, что делать чай своими руками, она меня всегда очень будоражила, и как-то достаточно долго уже, занимаясь чаем, вот в формате мы привезли и продали, да, даже при этом много всего, всякой там деятельности общественно-культурной, фестивали, семинары и школы. Но все время у меня лично такое было желание все-таки как-то вот своими руками чай поделать. И в Китае, когда мы приезжали, всегда я старался там залезть к любому фермеру в казан там в его и пожарить чай. Ну, в общем, все это меня очень сильно занимало. Получалось жарить чай вообще? Удавалось его потом попить там сразу, не сразу? Нет, ну, конечно, да, безусловно, мы, они же китайцы добрые, всегда пустят белого человека, ну, то есть они не откажутся в просьбе там что-нибудь пожамкать чай или даже его пособирать. И когда мы поначалу по наивности своей говорили, а давайте мы вам поможем чай пособирать, они так хихикали и говорили, ну, давайте, давайте, помогите. И мы шли и понимали, что мы там всей своей компанией там за два часа соберем, сколько один из них за 15 минут соберет. Да, серьезно? Но, тем не менее, всегда это было увлекательно. Да, конечно, ну, как работают китайцы, это, ну, это... Так, это ловкость рук, наработанность такая, да, навык? Это и ловкость рук, знаешь, с моей точки зрения, это, главным образом, менталитет. Там очень много, очень много вот этих вот интересных базовых культурных каких-то особенностей, которые у китайцев есть, а у нас их нет, и которые я очень в них уважаю. Вот, с течением лет все больше и больше проникаюсь, понимаю, в чем разница между нами. И, ну, я так обобщаю, конечно, говорю, да, но тем не менее. Так вот, возвращаясь к травмам. Да. У нас как будет беседа немножко ползать. Беседа «Возвращаясь к травмам» под названием «Возвращаясь к травмам». Да-да-да. Посмотрев и много раз попробовав вот это все дело и возвращаясь в Россию, я с сожалению думал, ну, вот у нас в Сибири чай не растет. Тогда он еще не рос. Сейчас вот мы потом еще поговорим про этот эксперимент с чаем. Но когда мы оказались здесь, в этой долине, увидели, что буквально у нас под ногами такое богатство, растет множество прекрасных травок, стало понятно, ну, вот оно, вот она возможность делать чай. Пусть это будет не камелия китайская, но это будет что-то интересное, что-то вкусное. И так все сложилось, что буквально вот в этот год, как у нас затеялась Чаджаевка, к нам пришел человек, он говорит, я занимаюсь чаем травяным, я вот травник, я делаю травяные чаи, у меня там, я учился там у дедушек в глухом лесу, ну, и еще там у меня есть такие и такие вот навыки, я это очень люблю, и я ищу, с кем бы мне соединиться, чтобы затеять производство чая на Алтае. Так все совпало, так все сложилось, и у человека, звали его Юра Мороз, мы с ним договорились, приехали в Чаджаевку, и, собственно, из этого затеялась наша травница. Он действительно очень много интересного нам принес, плюс мы добавили вот то, что мы у наших китайцев переняли, все это как бы вместе, эксперименты, пробы, и мы стали делать чай. И тут надо вот что отметить, до сих пор существует достаточно такая большая путница в этой теме. Подзовись чуть-чуть, пропал, не слышу тебя. Ну-ка, давай надеемся, что подключишься. Так, 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 давай, давай. У меня пока висит, пока не слышу Андрея. Ребят, как у вас? Видите, так, вышел Андрей. Ну-ка, 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 мы опять будем пробовать и опять надеяться на лучшее. Так, посмотрим. Нету пока ниже. Может быть, входящий звонок так отбивает тоже надолго. Посмотрим, посмотрим. Ну что ж, такие вот мы деревенские ребята, знаете ли. Сидим тут в своих деревнях. У меня, кстати, вот, ну, не у меня, конечно, у мамы в огороде тоже растут травы. И та мята, которая периодически бывает у меня на сайте, продается, это мята из маминого огорода. Вот, а мяты два вида, но я люблю очень только узколистную такую мяту. А есть еще такая широколистная, она более лимонная. Вот, мы никак ее абсолютно не обрабатываем, кроме как моем и просто сушим потом, чтобы не было никакой грязи. Вот, но с ферментацией, вот с этими штуками мы ни разу ничего не делали. А в этом году я увидела, что у мамы еще посажен чабрец. Откуда-то они его накопали, привезли, я не знаю. То есть то, что тут в округе растет много чабреца, я знаю. Климат похожий на крымский, чабрец похожий на крымский. Я его покупаю, тоже продаю, но он не ладится сегодня со связью со всем. Так, ну что, ребята, попробую, наверное, выключиться и связаться с Андреем. Сохраню себе в пленку запись и, может быть, потом склею, если быть нет. Вот, вышел. Так, давай. Пробуем еще разок. Получится или нет? Да. О, привет, привет. Опять не видно, да? Ага, да. Не ведь проблем, но ладно. Давай, пробуем. Я там что-то говорил, говорил, и было непонятно. Вы что-то говорили? Да, так, путаница, ты сказал, но есть одна путаница и пропал. Что вы делали чай, видимо, путаница про слова, ты, может быть, хотел сказать, что травные чаи мы тоже называем чаем, нет? Ну, сейчас объясню. Путаница есть такая, когда люди путают лекарственное применение трав и чай из трав, да? И это путаница, ну, как бы корни ее, в общем-то, в таком, в истории, потому что преимущественно, это и недавно было во времена наших бабушек и дедушек, да и, в общем-то, до того травы использовались в основном как лекарство. То есть для терапии, просто так, чтобы пить каждый день напитки из трав, такого практически не было. И поэтому, а сейчас эта тема потихонечку, вот она приходит, когда мы делаем травяной чай, как чай. То есть в чем разница между напитком и между лекарством? Напиток мы пьем, его главная задача пастрономическая, он должен быть вкусный, ну, это как бы обязательно, да? Если он невкусный, то зачем вообще его пить? И он должен быть безопасный, тоже ключевой момент, потому что мы, когда чай пьем, мы не задумываемся о том, можно ли его пить 10 раз в день или 20 раз в день, да? Но, как бы мы знаем, что вроде бы излишество в любом случае нехорошо, но, тем не менее, чай считается безопасным продуктом, который я могу пить, не бояться передозировки. С травами не совсем так. То есть если мы говорим про лекарственные травы, то это вообще не так. И тут как раз-таки другая ситуация, лекарство, если мы говорим о травах как лекарстве, оно вкусным быть не обязан, потому что если наша задача полечиться, то, ну, вкусно, невкусно, а будешь пить, правильно? Но оно, ну, и как бы и лекарства ты употребляешь, понимая, какие дозы, для каких проблем ты используешь, это немножко другая ситуация. Да, и четко бывает зависимость до еды, после еды, вместо еды, вот там тоже, да? Да, есть своя специфика, да. И получается, что когда мы делаем чай, моя задача как технолога, а сейчас я полностью уже много лет контролирую и курирую вот это производство в Чаджаевке, да, моя задача составлять рецепты так, чтобы, во-первых, это было вкусно, а во-вторых, это было безопасно. Чтобы человек мог пить этот напиток каждый день, и даже если мы напишем на этикетке, ребята, употреблять так-то и так-то, столько-то и столько-то, все равно, когда человек покупает чай, он может вообще эту этикетку не читать и, ну, знает же, что купил чай и будет его пить в свое удовольствие. И моя задача сделать так, чтобы это удовольствие ему не вышло боком, если он каких-нибудь трав излишних перепьет. Вот, а то, что травяной чай, хоть он и вкусный и безопасный, еще может принести пользу, это, конечно же, тоже да, но это уже скорее как бонус, потому что мы не говорим о терапии, мы говорим о напитке, да? Да. И вот на этом, вот здесь, вот в этом месте большая путаница, потому что часто люди говорят, а можно мне чай от головы, а можно мне от почек, а можно мне от рака, там, что-то, ну, и всякие вот такие вот вещи. Да, да. Ну, потому что это называют тоже, даже в аптеке можно увидеть, там, чай от того, чай от сего. Вот здесь, в этой технологии есть некоторая путаница. А для меня, как для технолога, это, ну, это как бы задача объяснять людям, разграничивать, ну, при этом, то есть, есть, когда кто-то ко мне обращается с задачами именно цифровых, целительскими, да, это другая совершенно сторона вопроса, и она требует совершенно другой, ну, как бы другая вообще сфера, фармакогнозия, там, наука, целительство, это... Этим вы не занимаетесь вообще, нет отдельной линейки какой-то именно, что сбор от головы, там, ну, вот это все, в таком формате вы не делаете травы? Мы не делаем, мы делаем чай, который пить можно каждый день. К каждому нашему чаю в аннотации мы пишем, что вот этот вот он, вот это его дополнительное действие оздоравливающее, оно будет направлено скорее на вот эти сферы. Вот эта трава, она скорее на вот эти сферы. Это будет скорее бодрить, это будет скорее расслаблять, такое, конечно же, есть. Но оно все должно быть ровно настолько, чтобы человек, даже перепив этой травы, с ним ничего плохого не случилось. Вот это как бы важный момент, да? Если человек, и тут есть, знаешь, какая штука, то есть, если действительно нужно лечиться, ну, а люди вот пишут мне, знаешь, ну, со всякими серьезными проблемами, ну, где-то там нашли, вот, Андрей на Алтае травм, травм занимается. И пишут, конечно, со всякими тяжелыми случаями, да? И тут надо понимать, какую вещь, чтобы, как бы, чем, сейчас сформулирую, то есть, чем более активно действие травы терапевтическое, да, тем, как правило, эта трава более ядовитая. То есть, реальные вот травки, которые лечат, там, онкологию или еще что-то такое, это трава смертельно ядовитая. То есть, чай из них, ну, никак не сделаешь. Там с такими травмами работать нужно очень осторожно, там дозировки, буквально там микрограммы, ну, и, как бы, это ведение конкретного больного, то есть, надо с ним быть в связи, смотреть, как там, что с ним происходит. Но это вообще отдельная специализация, что ли, специальность. Я не являюсь таким вот целителем, хотя мне приходится в этом всем начинать разбираться, но это такая, знаешь, это, как вот я в чае разбираюсь, и для меня эта тема, хоть и тоже безграничная, но она мне понятна. А вот эта тема целительская, она, я в нее только-только вхожу, вот там, 8 лет я этим занимаюсь, да, и я понимаю, что там, ну, просто огромное такое пространство, просто тут вообще, что интересно, если сравнивать с чаем, с камелией, китайской камели, это все-таки одно, один ботанический вид. Когда мы говорим травы, то это что такое травы? Это тысячи и тысячи разных любых растений, да, каждый из которых несет какое-то воздействие. И, ну, понимаешь, да? И это все разные ботанические виды, естественно, там. Конечно, да, мы работаем у себя, вот, за сезон мы сейчас собираем, для того, что мы делаем, мы собираем порядка 40, мы работаем с примерно 40 видами растений. Расскажи, какие самые популярные у вас есть? Чабрец, наверняка. Чабрец у нас есть, да, но он, чабрец хорошая штука, он скорее, знаешь, как такой, он добавляется в сборы понемножечку, как такая специя, он достаточно яркий аромат дает, и у него тоже достаточно сильное воздействие, и поэтому пить в чистом виде чабрец, ну, постоянно, это не очень хорошо, это как раз вот тема о том, как составлять сборы. То есть, можно брать, в принципе, достаточно сильные травы, но тогда их в сбор нужно добавлять небольшое количество. Ну, то есть, это можно вот компенсировать дозой, ну, в смысле, дозировкой, да, внутри сбора. У нас есть, тоже немножко расскажу, есть продукты такие, когда мы из какой-то отдельной травы делаем чай, ну, грубо говоря, обрабатываем, как вот из листа камелии делают чай, да, так и там из листа, например, кипрея делают иван-чай. И я пошел в этом направлении, я стал смотреть интересные другие травы, которые могут быть вот такой вот основой для безопасного и вкусного напитка. И, в принципе, это очень интересная такая для меня тема, потому что здесь как раз пересекаются технологии, которые мы в Китае подсмотрели, ну, и подсматриваем все, что касается обработки листа. Да, в принципе, это примерно одинаково, потому что, ну, это тоже я, это вот очень интересный такой для меня был опыт, потому что, когда мы сначала смотрели, как китайцы обрабатывают чай, а потом я стал работать с другими травами, оказалось, что, в принципе, все, ну, в общем-то, об одном. И сырье ведет себя примерно одинаково, ну, там есть, конечно, нюансы, они важны, но, в общем, в целом принципы одни и те же, как себя ведет растительный, ну, вот этот собранный лист, да, будь то камелия китайская или там черемуха российская или там кипрей, там, конечно, ну, много всяких технологических хитростей, но в целом это примерно одна и та же история. То есть, если вот продается, например, смородина ферментированная, лист смородины ферментированный, можно представить, что технологическая цепочка примерно такая же, как у красного чая китайского? Ты сказал смородина ферментированная? Ну, смородина, да, например, лист смородины. Ну, это как бы совсем не обязательно, что как у красного чая, я не знаю, кто делает конкретно вот эту вот смородину ферментированную. А какую, например, у вас есть какой-нибудь лист, именно что продавался там, ферментированный, вот таким словом ферментированный. Да, вот мы делаем, например, таволгу ферментированную, мы делаем малину ферментированную, малина лист ферментированную, очень классная вообще штука, очень люблю. Во, про малину, расскажи, как вы ее делаете, вот малина ферментированная, это как? Давай, вот какие этапы? Те же самые, что и с чайным листом. Собираем лист, молодой, аккуратненько собираем, переносим, его немножечко сортируем, потом он у нас завяливается, подвяливается. Это такой этап, который универсален и для чая, и вообще для любого практически растительного сырья. Если мы хотим с листом что-то потом делать, нужно дать ему подвялиться, чтобы лишняя влага вышла, и лист при механической обработке, когда мы его скручиваем, будь то роллер, ну мы у себя, мы все делаем руками исключительно. Он несколько часов, этот лист лежит, пока он не становится таким мягким, пластичным. Алло, слышно меня? Да, да, хорошо. Слышно? Слышно, да. Вот, после этого лист скручивается, сминается руками. Вот то, что в Китае сейчас чаще можно увидеть, то, что с помощью роллера делается, да? Не знаю, сталкивался ли ты, когда руками лист крутят? Ну, только на видеороликах. Это преимущественно, это еще до сих пор можно встретить в Юнане, когда делают мао-чадо для шэн-пуэра, часто это делают вручную до сих пор. Хотя понятно, что сейчас с ростом рынка, как бы, запросов все больше, и поэтому, ну, китайцы тоже, они руками уже почти не работают, роллеры используют. Мы у себя, то, что у нас делается в Чаджаевке, делается исключительно вручную, у нас там и электричества-то нет такого, чтобы станки запускать. Ну, и нам интересно делать руками. А вот в Алтайском, в селе, у нас там есть производство, где стоят и роллер, там мы делаем такую более массовую продукцию. Этот опыт тоже у нас есть, как бы, я понимаю разницу между роллером, например, и руками. Ну, так вот про малину возвращаясь. Этот лист у нас отвяленный, мы берем его, начинаем скручивать. Это такой вот процесс медитативный, когда ты берешь и руками, точно так же, как китайцы 2000 лет крутили лист, так и мы, в принципе, крутим лист малины, точно так же мы примерно крутим лист кипрея или черемухи. Когда ты его скручиваешь, сминаешь, там, как бы, в процессе этого вот такого механического действия, получается два, два на лист воздействия. Одно воздействие – это скручивающее, когда лист приобретает форму скрученную такую, а другое воздействие – это то, что мы его сминаем, как бы, выделяется сок, который впоследствии будет более активно окисляться. Ну, вот этот процесс ферментации. Да, да, да. Когда мы этот лист качественно промяли, там есть свои, как бы, критерии, да, чтобы понять, насколько он готов или не готов, мы его закладываем на ферментацию. Как правило, это ферментация анаэробная, в отличие от того, что делают с чаем. Чай чаще всего на воздухе ферментируется, а травы большинство, они у нас, как бы, в каком-то замкнутом объеме находятся. То есть, либо в каких-то посудинах, либо во что-то заворачиваются. И потом, в зависимости от условий, от температуры, от влажности, там, скажем, от 12 часов до 36, ой, нет, не 36, а даже до 72, то есть от суток до трое суток примерно он у нас лежит на ферментации. После чего, когда он доходит до... То есть, кислорода вы не добавляете, вот закрыли его и... Нет, наоборот, мы его закрываем от воздуха максимально, то есть мы не стараемся сделать это прямо совсем герметично. Наш подход, он такой, знаешь, ну, во-первых, мы постоянно, мы пробуем и смотрим, пробуем, смотрим, такая эмпирическая, такая затея, эксперименты, пробы. И, ну, если так по стилистике говорить, да, то мы как бы не стремимся в какой-то хай-тек выйти, наоборот, мы стараемся все сделать как-то вот так вот вручную, на основании вот каких-то вот пробований, дегустаций, ощущений, да, это то, что происходит в Чаджевке. Там, где роллеры стоят в деревне, там как бы другой подход, там более технологично все, там алгоритмы, а вот то, что мы делаем у себя, мы делаем вот как бы как искусство для нас. Здорово. И он стоит при комнатной температуре или чуть пониже температура? Какая температура примерно? Ну, тут тоже фишка в том, что, смотри, все это у нас, у нас есть специальный такой домик, называется травница, в котором у нас все происходит, все процессы. Там есть специальные для сушки помещения, там есть зона, где мы вот скручиваем для работы руками, там есть у нас большая такая русская печь настоящая, но с помощью которой всякие термические процессы мы запускаем, где надо обжариваться, где надо там досушиваться, где надо там еще что-то запекаться. Вот, и там, вот в этой вот травнице есть специальная зона у нас, под крышей она находится, где у нас на ферментации лежат наши вот эти вот растения, да? Да. И там все тоже зависит от погоды, поскольку мы не искусственно не создаем какой-то климат, то есть у нас там ни кондиционеров, ни наоборот, нагревателей каких-то нету. Вот, солнце вышло, жарко там, солнце зашло или там ночь наступила, там прохладно. И это, как бы, с одной стороны, очень усложняет технологические процессы и контроль за ним, потому что погода переменчива, да? Да, да. Ну, мы зато очень находимся в таком вот, в тесной связи с этими погодными и природными ритмами. Все время наблюдаем за тем, как меняется влажность, как меняется температура, и поэтому, скажем так, одна порция может лежать у тебя там 12 часов, как я сказал, при определенной погоде, а другая порция такого же листа будет лежать, допустим, там, 48 часов или даже 72 часа. Ну, то есть вот так. Круто. Температура может колебаться достаточно сильно в нашем случае. То есть с точки зрения так абстрактной, если об этом судить, как технологии, это, наверное, ну, как бы даже минус в каком-то случае. Ну, для нас это вот такая, как бы такая, такая живая игра с природой. Угу. Классно. А у тебя есть какие-нибудь видео об этом домике, травнице, где-то фотографии есть? Как это выглядит вообще? Ну, есть на сайте у нас там целый блок, который касается Чаджаевки и травницы, и там есть, там есть видюшки, там есть какой-то большой ролик, и в нашем, и там есть такое большое промо-видео про нашу работу, и там половина вообще про Чаджаевку. То есть, если интересно, то на сайте tibbrothers.ru, там можно все это посмотреть. Угу. Чаджаевки просушивать, там еще дополнительно получается такая небольшая доза кислородной ферментации. Это тоже влияет на процессы, в зависимости от скорости высыхания тоже разные результаты. Ну, поэтому много вот таких вот нюансов, за которыми надо следить, которые на результат влияют. Некоторые травы мы дополнительно запекаем, как правило, после того, как они уже высохли полностью, они еще могут попасть в печку и получить там дополнительные какие-то еще технологические этапы. Некоторые просушивать принудительно тоже бывает, может быть связано с погодой, а может быть связано с конкретным рецептом. То есть, вот и так, и так, тоже видишь, тоже в случае с чаем, там мы имеем какое-то ограниченное количество подходов, здесь травы разные, ну, как бы вариации еще больше получается, чем даже, несмотря на многообразие, скажем так, сортов, которые делают китайцы. Здесь у нас еще больше получается разнообразие, ну, потому что разные растения по-разному себя ведут. Да, слушай, даже когда чай готовят, вот я была в Уэшане, делали чай, ваньси чай, аромат стоит сумасшедший просто, да, чайного листа, но если взять, вот ты говоришь, таволга ферментированная, я ее пила такую просто сушеную, не ферментированную, или там, ну, тот же чабрец. Они же сами по себе очень сильно ароматичны, когда их просто срываешь даже, да, рядом нюхаешь, а когда их обрабатываешь, ферментируешь, там же, наверное, вообще просто сумасшедший аромат, как это, крутишь таволгу, а там, какое, да? У нас ароматы это, когда там лежит та же самая малина, малина очень интересная штука, она, когда ее обработаешь, скрутишь, она пахнет, ну, хотя это лист, пахнет как малиновое варенье, или малиновый вот такой морс. Ну, и там есть очень интересные вещи, таволга, например, когда ее соберешь, свежий лист, ты начинаешь обрабатывать, она пахнет, да, вот эта вот куча листа, она очень сильно пахнет клубникой, или какими-то вот такими ягодными штуками. В общем, да, а когда еще много, ну, и видишь, сезон у нас с мая по сентябрь, все это время травы какие-то появляются, потом, ну, одни мы, там, скажем, две недели с одной травой работаем, потом другая травка приходит, та уже ушла, и так вот все время происходит смена ароматов, смена цветов, даже долина, она, например, в какой-то период, скажем, вся может быть желтой из какой-то одной там, из одного цветочка, преимущественно, который цветет, потом этот цвет сменяется на синий. Потом еще там на какой-нибудь, на белый, в конце, в августе у нас долина вся такая сиреневая, потому что василек зацветает. Здорово. Тема интересная. А травы вы тоже собираете сами, где-то рядом, неподалеку? Ну, большинство трав мы собираем тех, которые растут у нас непосредственно вот в долине, то есть нам не нужно даже никуда особенно выезжать, но вокруг нас, то есть в радиусе там нескольких километров, это достаточно большая площадь, вот, и, ну, почти все наши потребности мы закрываем прямо вот в пешей доступности вокруг нас, травники у меня, это люди, которые специально приезжают поработать, это, ну, никакие, мы не скупаем сырьевое население, ко мне приезжают люди, которых я специально обучаю и с которыми, ну, которые едут, по сути дела, ну, за, это как бы сезонные рабочие, но они не приезжают за деньгами, они приезжают за тем, чтобы поучиться, за тем, чтобы побыть просто вот в этом месте, в этой нашей команде. Это такой очень приятный проект, сама вот эта травница наша. Обычно молодежь, такая творческая, которая интересная, многие приезжают уже не один год, вот, и, ну, при этом про чай я начал говорить, что нагрузка физическая достаточно серьезная, то есть надо бегать по горам, и чаще всего это приходится делать в жару, потому что, как и с чаем, когда лист влажный, его не собирают, ни после дождя не собирают, ни после росы не собирают, то есть для того, чтобы лист нормально обработан, должен быть сухим. И это тоже, кстати, серьезное ограничение на нашу работу, потому что, если прошел дождь, к примеру, мы не можем работать, а у нас такая погода летом часто бывает, что она может, может быть такая грозовая погода длится целый месяц, получается, вот вроде только гроза прошла, все мокро, мы ждем, 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 вот оно почти просохло, хоп, опять короткий дождик, мы, ну, блин, сидим. И даже вообще не собирайте, потом на печках не сушите, там, китайцы же все-таки могут. Нет, это нельзя, это как бы невозможно сделать. Ага, понятно. То есть это как с чаем, если ты иногда, ну, такое тоже видели, кстати говоря, вот, давеча были осенью в Юнане, и при нас там дождь прошел, а ходят там, крестьяне собирают. Да. Мокрый лист, мы говорим, а что, так можно? Ага. Ну, вот, ну, а с нами был вот этот мастер Лю, про которого Леня рассказывал, такой большой эксперт в чае, он говорит, нет, так нельзя, но, говорит, у них объемы нужны, поэтому они делают. М-м-м. Ну, если говорить просто про технологию, влажный лист, он, когда его начинаешь обрабатывать, там, как бы, другие процессы идут, эта лишняя влажность, она, ее не получается убрать с помощью завяливания, она потом влияет на то, как, и на ферментацию, и даже на сушку. Ну, скорее, ну, в нашем случае это проявляется так, что лист, как бы, больше преет, чем ферментируется. Понятно, да. Ну, это такое, на самом деле, это правило, оно известно любой, там, бабушке, которая траву собирала когда-нибудь. Это такая, достаточно обычная вещь. Никакой эзотерики и алхимии в этом нет, все очень прагматично и прикладная такая штука. Ну, это просто разные эзотерики и алхимии тоже, конечно, в этом есть, просто в этом есть и простая физика. Ну, да, да, без нее никуда. Тут заинтересовалась Наташа, уже спрашивают, когда приезжают сезонные рабочие, скажем так, вы предоставляете жилье, можно прямо у вас жить, собирать чай? Ну, они, конечно, приезжают, и мы для них предоставляем жилье, кормежку, обучение, вот, но это как, у нас есть домик такой, такой купольный дом, в котором живут все мои травники. Это, получается, типа общежитие такого по форме проживания, вот, ну, то есть это весело и здорово, но если человеку прямо нужно уединение, да, то таких условий мы, к сожалению, пока предоставить не можем. Ну, бывает, что приезжает пара какая-нибудь и живет в палатке, да. Да, в палатке, у нас много подготовленных мест для палатки, то есть такое, в принципе, возможно, это, в общем, часто происходит. Классно. И много у тебя, много у тебя людей на сезон требуется, а тут уже заявки готовы оставлять? Обычно в пик сезона это где-то вот июль, когда самая основная работа идет, у меня 10-15 человек работают. А сейчас вот май, например, ну, там примерно 5 человек недостаточно. Вот, июнь, июль, август в районе 10 человек, это нормально. Ну, это тоже, как бы, год от года по-разному. Прошлые годы у нас постоянно рос объем, который нам нужно было делать. В этом году, сами понимаете, все немножко непонятно и непредсказуемо, в целом для бизнеса достаточно тяжелая ситуация, поэтому наносить. Сейчас мы уже работаем, люди у меня уже здесь есть, с которыми мы начинаем, уже сезон начали. В этом году весна получилась ранняя, вообще какой-то очень необычный год и по погоде, это вот то, что мы и про чай там рассказывали, про большое количество снега, все вот эти дела. Да, да. И я думал, что весна запоздает, что вот этот снег, которого очень много было, что пока он весь сойдет, да пока он растает, так мне казалось. А получилось наоборот, он в апреле очень быстро как-то весь и мягко сошел. И, ну, на две недели раньше у меня все здесь началось, вот мы уже отработали с черемухой очень быстро, то есть моментально она только начала, то есть тоже, это как вот с чайным листом. Собирая только ведь молодой листик, только вот молодые побеги, более-менее зрелый лист, он уже не подойдет для обработки. Как и здесь, только молодые вот листочки, и для черемухи в этом году получилось так, что этот срок, ну, буквально неделя была, когда можно было с ней работать. Потому что она моментально выбросила лист, и через неделю уже вот пошел цвет, и лист уже огрубил, нельзя было. То есть вот неделю мы там бегали за ней по всем окрестностям, собирали молодой лист. Вот это да. Скажи, а по хранению травы у них есть какое-то отличие от чая? Или, может быть, есть какие-то особые сорта, которые хранятся только год, а другие могут храниться дольше? Ну, в целом, опять же, если обобщать, то сборы травяные, как правило, хранятся лучше, чем хранится, скажем, какой-нибудь нежный зеленый чай. Ну, а так, если, грубо говоря, примерно все то же самое. То есть все те же требования к хранению чайных вот этих вот сборов, как и к чаю, то есть желательно, во-первых, прямого света не допускать, во-вторых, там, ну, чтобы он не выветрился, то есть либо герметично упаковывать, либо как-то плотно закрывать, без посторонний запах, все такое. Ну, примерно как к обычному чаю мы смотрим, используем. Там есть некоторые нюансы, например, Иван-чай, пресловутый, он ему, ну, на мой взгляд, очень хорошо годик-другой даже полежать. То есть через год или два Иван-чай становится еще более глубоким. Более глубокий вкус, более такой сбалансированный получается. Вот, да, и то есть два-три года это вполне нормально для него, ну, в отличие от зеленого, например, чая. Тау, вот это наша ферментированная, то есть тоже год-два для нее вполне нормально. Видишь, здесь, ну, тоже получается, что то, что я рассказываю, это вот, ну, наш как бы живой опыт. Одно дело у питательцев можно спросить, а что вы там за 2000 лет про чай узнали? Она сможет спросить, а что вы за 8 лет про эти тетрадки там, ну, про эти там всякие свои эксперименты узнали? То есть эксперименты еще только идут, они только в процессе, и что-то такое более-менее твердое и уверенное, ну, я, например, от себя смогу сказать лет, наверное, через 20-30-40, если доживу. А ты описываешь тот опыт, который получаешь для себя, где ты фиксируешь в каких-то своих тетрадях? Ну, да, безусловно, какие-то заметки веду, но надо сказать, что как-то прямо сильно системно пока до этого не добирался. Надо бы это делать, потому что мало ли чего. Но у меня есть сын, которому 14 лет, и он уже 3 года у меня все лето провел, проводит на травнице и очень хорошо работает. И сейчас я уже могу смело ему доверять какие-то большие, серьезные технологические этапы, могу там заняться чем-то другим, а его отправить там на сбор. Ну, так что вот. На него вся надежда. Классно. Если я даже что-то забуду или не успею записать, он так он все восстанет. Это хорошо. Я вопросу к Артему Никитину. Понятно. Скажи, пожалуйста, про чай. Да, да, вообще что? Да нет, я просто хотел сказать, что детей у меня много, и каждый в этом, как или иначе, участвует. Но старшие все участвуют. Младшие еще только не успели дорасти до технологических процессов. А самому старшему сколько лет? Старшей дочке у меня 21 год, 22 будет скоро. А младший год. Вот это да. Ну, ты, отец, молодец. Класс. Расскажи, пожалуйста, про чайный фестиваль. Да. Про чайный фестиваль было очень интересно узнать. Он проходит, если он проходит в Чаджаевке, как это происходит вообще, и что на нем происходит? Три дня люди живут у вас в поселении, да? Да. Ну, фестиваль – это такая тема. Во-первых, каждый раз немножко по-разному, конечно, происходит. Вот. Ну, обычно мы стараемся делать три насыщенных программы дня. Вот. В случае с Чаджаевкой, конечно, часто бывает, что люди приезжают немножко заранее, а потом остаются еще немножко на поток. Ну, потому что раз уж ты приехал на Алтай, ну, как-то, чего уж три дня. Ну, обычно мы три дня заполняем какой-то, какими-то мероприятиями, лекциями, мастер-классами, там, какими-то дегустациями. Это что касается именно чая как такового, да? Поскольку вот Чаджаевка и травмится, то еще мы делаем такие вот практикумы, ну, например, пошли, пособирали там кипри, ну, иван-чай, потом его там покрутили. Ну, то есть люди прям вот реально руками попробовали пособирать, потом попробовали покрутить. Еще какие-то травки посмотрели, поработали, да? Вот такие вот всякие интересные штуки. Вот. Ну, а помимо этого, всякие активности, которые связаны просто с пребыванием на природе. Например, там, пошли на горы, попили чай где-нибудь на вершине горы, там, встретили рассвет, там, посидели ночью у костра с пуэром и с гитарой. Ну, вот всякие такие вещи, какие-нибудь там, всякие там телесные штуки, массажи, там, контактные импровизации. Ну, все, что вокруг чая неизбежно собирается. Чай – это такая прекрасная ось для всяких разных интересных творческих проявлений. Угу. Да. И чайный чемпионат тоже проходит там. Да, да, да. И вот этот наш сибирский конкурс чайного мастерства – это как одно из основных событий в программе фестиваля у нас, как правило. Угу. Он в один день укладывается там, все? Нет. Обычно мы его в два дня проводим. То есть первый день у нас идет, или даже в три иногда происходит. Ну, чаще в два. В один день мы проводим отборочный тур, а потом с отборочного тура у нас выходит несколько человек, ну, обычно отборочный тур, в нем может принять участие сколько угодно людей, вот. Из него мы отбираем шесть человек, которые, из которых потом остается три финалиста. И вот на второй день, как правило, у нас финал, который, ну, Леня об этом немножко рассказывал, и себя представляет такое свободное творческое действие вокруг чая. Ну, и людям как бы дается полдня и ночь на то, чтобы что-то такое придумать. А, то есть это придумывается на месте уже, исходя из тех людей, кто собирается как-то? Ну, если человек заранее настроен на финал, он, конечно, может заранее все придумать. Ага. Но чаще бывало так, что люди неожиданно для себя оказывались в финале, и вот что-то такое соображали, ну, люди творческие поэтому. О, это интересно. Надо поразить, даже несмотря на то, что год от года, вроде бы, казалось бы, уж что еще можно придумать. Да, да, да. Класс. Ну, в этом году вы планируете так же сделать в начале августа, да? Мы планируем. Сейчас вот, ну, как бы, очень трудно что-то планировать с какой-то серьезной долей уверенности, да. Скажем так, мы хотим провести фестиваль, да. Если сейчас все как-то начнет нормализоваться, станет, по крайней мере, понятно, что ситуация у нас как-то идет в сторону нормализации, мы начнем, ну, уже более конкретно все это прописывать и, ну, анонсировать, да. Пока чуть-чуть просто еще ждем, ну, потому что сейчас даже просто объявлять о том, что ты собираешь какое-то массовое мероприятие, ну, как-то это сейчас звучит немножко странно, да, и не то, что мы боимся вопросов там, ну, это просто, ну, как-то пока неуместно. Пока, да. Где-то вот на грани находимся. Если сейчас действительно начнет все как-то устаканиваться, ну, тогда все будем прописывать. Хорошо. Как-то программу собирать и все такое. Ну, а если люди вот приезжают на фестиваль, как это обычно происходит, там также располагаются у вас в палатках на территории? Да, в основном в палаточный лагерь, то есть, ну, у нас есть там такая большая кухня летняя, на которой мы всех кормим, такое место сбора. У нас есть там еще большое пространство, такой большой купол, в котором разные мероприятия происходят. Ну, есть какие-то разные вот локации, где можно, в принципе, и заниматься, где-то можно там даже и заночевать, но преимущественно все на палаточный лагерь рассчитаны. Пока мы не успели построить вся гостиницу, хотя, конечно, собираемся. Класс, ну, баню наверняка построили. Баня есть, конечно, да. Сибирская, как следует. Баня есть, кухня есть, так-то все есть. Вообще, зачем спать, надо всю ночь гулять, здесь не ты. В горы. А есть у вас там озеро, река, что-нибудь такое, водоемы какие-то рядом? У нас через долину протекает такой ручей, он, в принципе, не очень большой, но и очень холодный. У нас в долине десятки родников, мы их до сих пор все сосчитать не можем, их там, ну, только так вот, если я так, на вскидку попытаюсь посчитать, что тут, наверное, 15. А потом, если хотите искать, можно еще найти. Поэтому у нас круглый год родниковая вода течет по долине, в любой мороз всегда от ручей не замерзает. Вот, и, ну, в нем у нас есть несколько таких, назовем это ванн или таких джакузи естественных, в которых можно окунаться, но это холодная вода, это бодрит, веселит, но не для длительного купания. Ну да, секунды две, наверное, да, так примерно? Ну, ну, почему, люди, которые там минуты две могут просидеть, ну, а после бани так вообще прекрасно. Ну, после бани, да. Бани, чай, холодные. Контрастные процедуры. Контрастные весьма. Слушай, здорово. Так, мы еще хотели с тобой поговорить про... Про... Так, подожди, я вылетела из головы. Про вообще ваш... Про чай, наверное, да? Да, уже про камелию. Как там с камелией-то дела? Как в этом году у вас весенний чай что-то приходит, получаете? Как вы переживаете это время? Ты про китайский чай? Да. Я-то про который алтайский. Ну, да, 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 да. Ну, свой-то еще не вырос. То, что китайское, ну, да, мы умудрились получить чай, в том числе и весенний. Не знаю, Леня об этом говорила, нет? Нет, еще тогда не говорили. Был момент, когда мы прямо испугались, что мы китайского чая больше не увидим. Вот, когда все это сначала в Китай встряло, и они ничего нам не могли отправить, все там не работало. И мы уже стали думать, ну, вот, теперь придется точно алтайский чай массово выращивать. Вот, ну, потом как-то все нормализовалось. Сейчас у нас с Китаем логистика все хорошо. То есть чай у нас на складе лежит, и мы такие, ху, выдохнули, слава богу. За эти два месяца, пока с Китаем были проблемы, у нас здесь чай, который на складе был, все выпили. И у нас впервые была такая ситуация, что там нет деньху на какого-нибудь простого, обычного, нет там еще чего-то. Мы такие, блин, как жить-то вообще? Вообще, да. Ой, ужас. Сейчас все нормализовалось, все приехало, и в этом плане все хорошо. Единственное, что теперь не совсем понятно, когда можно будет до Китая доехать. Потому что так-то мы всегда ездим, и, ну, каждый свежий урожай мы отсматриваем, пробуем непосредственно на месте. Ну, сейчас придется вот как бы доверять друзьям, что они нам отправят то, что нам надо. Потому что поездки-то они получают. Скажи, пожалуйста, а по цене что-то, ну, ощутимо изменилось ли что-нибудь из-за кризиса, рубля и все такое какие-то есть? Ощутимое увеличение цен? Ну, я не знаю, как это со стороны Китая. По-моему, они там ничего особенно не пересчитывали. Откровенно говоря, я этим вопросом практически не занимаюсь. То есть я участвую в закупке, если я еду в Китай, и непосредственно просто в дегустациях, в каких-то экспертных оценках. Все, что касается удержания в голове уровня цены, все такое, это Леня у нас этим занимается. И там с китайцами на связи, а я в Чаджаевке, у меня связь очень нестабильная. Да, это мы поняли. Я поэтому даже не в курсе. Я здесь сейчас нахожусь, и я не знаю, что у нас там происходит с ценами в Китае. Знаю, что когда рубль начал резко расти, мы понимали, что нам придется цены поднять, потому что наша экономика, она и так находится на грани выживания. Но сейчас, в принципе, ситуация сложная, поэтому мы планировали, насколько это возможно, минимальное какое-то поднятие цен. Что сейчас происходит в деталях, тоже я не знаю точно. Если нужно, можно уточнить у меня в офисе. У меня такая отдаленная деревенская часть офиса, в которой не все обновления доходят. Ладно, ну тогда ты зато из первых рук про алтайский чай знаешь. Да, да, ну моя сейчас главная специфика – это технологии здесь на Алтае, ну и плюс вот сейчас еще у нас чаем затеялись, со всеми вот этими вот экспериментами нашими посадочными. Как там поживают саженцы? Ну, в тот раз я начал немножко об этом рассказывать, ситуация такая, что примерно 20% саженцев у меня выжил, ну то, что сейчас, как бы из того, что посадил, они вроде бы как живы. Надо смотреть все равно, то есть я уже боюсь дышать в эту сторону, надо смотреть динамики, то есть насколько они дальше пойдут в рост. Ну вот, когда снег только сошел, было там их порядка, ну больше было, порядка 30-35%, которые казались живыми. Ну они там листья потеряли, то есть ну какие-то непонятно сейчас, что дальше будет. То есть возможно, что корневая сохранилась, они могут дать новые какие-то всходы, побеги. Поскольку с этим у меня опыта еще меньше, чем с травами, ну как бы и ни у кого этого опыта нет, никто в Сибири чай никогда не выращивал. Поэтому вот сейчас только следим. То есть сейчас, ну есть у меня несколько живых экземпляров, и я стараюсь там как-то их подбадривать, разговаривать с ними, баха им включать, как полагается. Да? Включать не включаю, так напиваю сам. Ты их поливаешь дополнительно как-то? Нет, я не поливаю, это как бы нет нужды, у нас с этим все хорошо, в плане влажностного режима все нормально. Ну нет пока нужды, с поливом на самом деле тоже сложно, потому что если вдруг наступит засуха, да, поливать чай будет особенно нечем. Там есть такая хитрость, что чай очень не любит кислую среду, ой, наоборот, щелочную не любит, а любит кислую. Вот, а у нас вся вода, которая в доступных сточках, все наши родники, там щелочная вода. И поливать чай этой водой нельзя, то есть можно поливать его только дождевой водой. А если засуха и дождей нет, то и, собственно, и воды-то нет такой, которую можно было бы, ну только что выпаривать. Вот это да, слушай, это нелегко. Так, так, но все-таки надежда есть, наблюдаешь. Надежда есть, и надо сказать, что мы когда с Сашей и Жиряком обсуждали, мы как бы так понимали, что шансов-то не сильно много, и мы так между собой говорили, ну хоть бы один выжил, и то уже будет круто на самом деле, и то будет обалденный результат. Сейчас я так смотрю и буду загадывать, но думаю, что больше, чем один получится, а это значит, что это, в принципе, возможно. Дальше вопрос, ну как бы, чтобы еще как в следующий год мы там переживем и так далее, но пока, так интуитивно, мне кажется, что смысл в этих экспериментах однозначно есть. Надо просто всем, кто к вам будет ехать, надо всем туристам, кто к вам будет ехать, например, из Сочи, да, чтобы они саженцы привозили от Саш того, и так постепенно будет пополняться ваш огород чайный. Ну да, тоже вариант. Да, здорово. В общем, такая тема. Слушай, ну это очень интересно, если получится, если приростет. Я говорю, что лет через 500 будет у нас Лао Чаджай, как в Китае, на Лао Баньчжан. Лао Чаджай, круто. Не быстрые, быстрые результаты здесь невозможны. Угу, да. Это тоже специфика тех же самых ситуаций. Вообще, какая-то другая планета, вроде бы все завис немножко. Так, ты меня как слышишь, видишь? Я слышу. Алло, так. Так, я иногда слышу твой голос, но картинка уже начала висеть. Андрей, прием, прием. Можно перезапуститься? Так, так, так. Подвисло, подвисло. Ты прорываешься, но не слышно. Пропадаешь. Так, ты меня как слышишь, видишь? Мне кажется, у меня зависло вообще. Сейчас? Как-то прорывы чуть-чуть есть связи, но. Раз, раз. Ага, вот, вот, ожил, ожил. Ожил, вроде нормально. Я сейчас вижу. Что там, интернет устал уже? Я черт не знаю. Сейчас нормально вроде как пошло. Так, ты говорил про лаучаджай. Через 500 лет будет лаучаджай. Я в том смысле, что я понимаю, что чтобы какой-то собрать реально чай с этих кустов, если они будут выживать, ну это минимум, минимум лет, не знаю, 5-7. Ну, а реально 10-20 и так далее. Ну, и я просто так фантазирую про то, что если и климат нам поможет, в принципе, все это вырастет, то лет через 500 будут хорошие чайные деревья. Вообще, почему нет? Да. И как крестьяне в лаучаджай, крестьяне в лаучаджай смогут делать чай, продавать его задорого, возможно. Хотя не эта цель, конечно же. Ну да, для 500 лет, конечно, цель очень далекая, совсем не прагматичная. Это уже классно. Я тебя еще хотела спросить, как чайного эксперта и одного из, собственно, судей, Тимастерскап, да, специалиста там по Тимастерскап развития высокой чайной культуры. Как ты смотришь на то, что сейчас в мире создаются спешл-тити ассоциации, в Америке созданы, вот в Европе созданы, да? Как ты к этому относишься? Видишь ли ты возможность создания вообще такой ассоциации спешл-тити чая в России и вообще в мире? Ну, для меня, наверное, просто... Я не совсем, наверное, понимаю, как сказать. Если бы мне показали программные документы этой ассоциации, где было бы понятно, в чем смысл, да, каковы цели, там, каковы средства, можно было бы как-то более предметно говорить, если говорить об ассоциации. Если говорить о самом понятии, да, то, наверное, это имеет смысл, потому что с тех пор, как мы начали чаем заниматься, там, почти 20 лет назад, так и до сих пор вот эта вот как бы градация, которую, то есть тот чай, с которым нам интересно работать, да, его непонятно было, как называть. С давних пор была такая терминология элитный чай, но она себя дискредитировала уже 15 лет назад, когда этим словом называлось все подряд ароматизированной химией, там, ну, в общем, непонятно было, где эта граница, да. И хороший, качественный чай, вот, которым, которым нам интересно заниматься, непонятно было, как его вообще назвать, то есть не было нормального просто термина. Просто ввести термин – это уже хорошо, обозначить границу – это тоже хорошо, ну, потому что тем самым термин станет более четким и понятным, да, а дальше из этого, что можно уже из этого сделать, из этого могут быть следствия разного рода. Так, так, подвис чуть-чуть. Ребята, слышите ли, видите меня? Показывает, что две минуты осталось до конца эфира, а, оказывается, мы уже целый час почти болтаем. Слышно? Ага, слышно. Слышно было, да, что я говорил? Нет, нет, прервалось на месте, что, и сейчас вообще эфир закончится, через полторы минуты можно будет перезайти, про то, что хорошо, если будет градация определена четко, что вот это вот, скажем, низкий чай, это высокий чай, ну, как-то, да, распределено. Ну, это, конечно, большой плюс, что мы будем знать хотя бы, как это все, что за этим стоит, ну, чтобы было прописано четко и явно. Ну, да, моя мысль в том, что из этого можно уже будет дальше выстраивать какие-то разные направления, от каких-то бизнес-направлений до какой-то общественной работы в виде ассоциации, когда будет понятен предмет. Ну, поэтому, если будет понятно, что там целью, ассоциации. Давайте договорим на нашу тему. Просто пошел-то чай. Конечно, беситечка получается так себе, но зато всем видно, что это не вино, а зеленый чай. Так, сейчас, надеюсь, что на меня слышно, видно. У меня тоже не очень хороший интернет, поэтому перебои такие могут быть и с моей стороны тоже. Так, добавляю, Андрей, тебя. Пошла запись. Подключается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, есть. Я тебя вижу, звук идет. Ты меня видишь? Слышишь меня? Да, сейчас слышу. Ага, я тебя тоже вижу, слышу. Так, ну смотри, да, вот эти ассоциации спешлти чайные, ну, по примеру, кофейные спешлти ассоциации создаются, чтобы отделить продукт низкого качества от продукта высокого качества, соответственно, прописать стандарты для этого высокого продукта и давать это имя только тем, кто действительно соответствует этому высокому званию спешлти продукта. И также обучать всех людей, кто с ним работает на всех технологических цепочках, скажем, правильно с ним работать, вытаскивая максимальные вкусовые ароматические качества из него. То есть обучение специализированное для обжарщиков, обучение для кьюгрейдеров, кто дегустирует, там оценивает, обучение специальное для бариста и конкурсы, которые показывают их мастерство. То есть, в принципе, логично, что с чаем будет что-то похожее, помимо того, что мы не будем учить китайцев делать чай, да, а наоборот в каждой стране, ну, видимо, в каждой стране свои стандарты качества чая, потому что они очень разные для кенийского чая и для китайского. Но как ты вообще считаешь, это возможная такая затея? Ну, она, как сказать, она, конечно же, произойдет, и насколько, ну, поэтому она, конечно, возможна. Единственное, что, на мой взгляд, прямое копирование вот этой вот идеи из кофе, оно невозможно, потому что кофе все-таки технологически гораздо более простой продукт, хотя бы в плане того, что исходного, там, исходных видов сырья, их вот, ну, там, по пальцам можно пересчитать, да. Когда мы говорим о чае, это гораздо более широкое многообразие, да, не только, там, видов, скажем, подвидов куста, которых, там, несколько сотен, да, в отличие от кофе. И если смотреть, там, ну, кучу нюансов технологических в каждой деревне, там, у каждого дедушки китайца свое, да, и сказать, что вот у тебя там спешил, а у тебя не спешил, будет достаточно сложно. Или взять все, и их, ну, как бы, все попытаться запихнуть в стандарт, это тоже будет сложно, потому что перечислил, там, 10 тысяч дедушек, а там, 10 тысяч первого дедушку забыл, ну, потому что он, там, в это время уехал в гости к внучку. И он не попал в стандарт, но, тем не менее, ну, то есть, как бы, это сложно, это гораздо сложнее сделать. В принципе, смысл ясен, да, но создать стандарт, почему, в принципе, до сих пор в деле, ну, вот в этом вопросе премиального китайского чая нет стандартов, даже внутри Китая. Они там стараются где-то локально, там, где-то там у себя в Юнане что-то там ввели, где-то там еще где-то что-то ввели. Ну, это понятно, что для чего это делать, понятно, это нужно, там, и для бизнеса, и для защиты каких-то авторских, там, подходов, да, и даже локальных, территориальных. Но сделать это все, как бы, жестко, это сложно, а иногда это даже идет во вред, ну, понятно, почему, да, то есть, какие-то китайцы, они же не устают экспериментировать. И то, что там 20 лет назад считалось канонической технологией производства, там, допустим, тигуани, сегодня уже не так выглядит, да. Или мы привыкли, что вот этот, сейчас мы привыкли, там, этот чай вот таким видеть, а там 30 лет назад он таким не был. И они постоянно, сами даже китайцы, постоянно находятся в творческом поиске, и все время что-то новое у них рождается, да. Если мы сегодня на уровне всего мира, пока мы там эти стандарты обсудим и примем, да, завтра окажется, что китайцы придумали новый сорт, в который в эти стандарты не попал. Ну, почему-то, да. И, ну, понятно, да, то есть, такая вот бюрократическая штука, она может оказаться, китайцам, скорее всего, будет наплевать, как им, в общем-то, на вот этот органический чай, тоже там, многие из них говорят, нам это, в общем-то, не надо, мы и так все отлично, все продается. То есть, мы работаем, например, с людьми, у них органические сады, но они не делают эту сертификацию, потому что она, им не нужна тратить на лишние деньги. Некоторые делают, а большинство не делают. Так и здесь, как бы нам, наверное, было бы проще, да, говорить, что, ну, вот, наш чай, это спешивый чай, вот, это означает, что он вот такого-то уровня качества, да, и мы там стараемся это сделать. И с этой стороны я как бы за, но понимаю и предвижу вот эти вот сложности из-за того, что очень высоко многообразие подходов, да. И то же самое, ну, и я как технолог, например, вот здесь с травмой сейчас работаю, я тоже понимаю, что, и даже этот вопрос поднимался на одном из, в прошлом ли году или в позапрошлом, я не помню, на вот этом вот мартовском нашем профессиональном чайно-кофейном-то событии, да, там была конференция на тему Иван-чая, там и стандарты введения, да. И многие ребята, которые занимаются массовым вот этим вот Иван-чаем, ну, крупные производства, они им такие, давайте введем стандарты, скажем, вот это вот правильный Иван-чай, вот это неправильный Иван-чай. А я говорю, ребят, ну, мы этим Иван-чаем занимаемся там от силы 10 лет, а чаще всего даже и меньше, да, и китайцам там за 2000 лет они не смогли стандарты вырубить, а мы хотим за 7 лет уже считать, что вот это правильно, а вот как я делаю правильно, а как ты делаешь неправильно. Равновато, то есть, на мой взгляд, чтобы технологии устоялись, нужно гораздо больше времени, ну, и гораздо более серьезные, взвешенные должны быть подходы, чтобы чего-то отсекать, да. В этом вот тоже есть, так сказать, нюанс. Ну, да, да, с этим непонятно. Поэтому это такая палка о двух концах, вот. С одной стороны, стандарты это классно, с другой стороны, не очень понятно, как их создать и как с ними потом работать оперативно, то есть, чтобы вот как-то вот все это бесконечное многообразие производителей, или чая как-то вот охватывать взором, да, и все эти подходы как-то еще и трезво их оценивать, да, это не так легко. Мое такое мнение. Да, согласна с тобой. Ой, непонятно, конечно, как это делать, но с другой стороны, что уровень чая, подачи чая в ресторанах, там, тех же самых, может сразу, ну, сильно вырасти при этом. Это ясная перспектива, да, но если отсекать что-то такое творческое, как та же габа-чай, который появился, да, пусть там он даже и не действует, так как хотелось бы нам, чтобы он действовал действительно, но хотя бы вкусовой, это новая технология, новый вкус, интересный напиток. Да, поэтому я говорю, то есть как, скажем так, продавец чая в России и человек, который занимается продвижением всей этой темы уже давным-давно, я-то, конечно, обоими руками за то, чтобы кто-то сказал, да, ребята, вот у вас чай классный, он там спешил, ну, какое-то красивое слово применил, и я бы на флаге бы у себя написал, у меня спешил-те чай, и в ресторан бы пришел и сказал, смотрите, вот есть спешил-те стандарты, как минимум, да, хотя и там тоже, ну, сама видишь на TMC каждый год там какие-то придумываются новые какие-то штучки и разные подходы, люди в творчестве тоже, ну, как бы не останавливаются, поэтому тоже как все зафиксировать, это каждый год пересматривать или как, ну, это, как бы, цели классные, прекрасные, как их достичь, мне, по крайней мере, не очевидно, хотя то, что, ну, как бы, надо двигаться в эту сторону, я считаю, просто надо, как бы, аккуратно это делать, я бы так, да. Ну, там, вот смотри, в индийском чае стандарты прописаны, да, там, в общем, все у них прозрачно. У китайцев, ведь они тоже цены назначают за чай разный, если это, там, байхао инжэнь, только почки такого размера там, то это такая цена, а если это уже чуть-чуть листики появились, то это там уже другой совершенно сорс читается и другая цена. Ну, сколько сортов у китайцев, и для каждого свой подход, понимаешь? Ну, видимо, да, для каждого свой подход. Ну, какой-то идеал все-таки есть, например, ну, тот же байхао инжэнь, идеальная почка там, ну, ее можно описать физически, можно описать ее аромат, хотя, конечно, тут, ну, окей, ну, более-менее можно. Лунзин можно же описать идеальный. Нет, ну, конечно, есть стандарты, и у китайцев они есть, на конкретные сорта, особенно на знаменитые, есть свои стандарты. Хотя, несмотря на их наличие, этих стандартов, китайцы как бы это не останавливают их в том, чтобы не придумать что-то новое, потому что рынок стимулирует их к тому, чтобы эти стандарты обойти и придумать что-то новое, потому что, ну, это как бы два разных подхода, понимаешь? Один подход, когда ты внутри стандарта стараешься сделать идеал и тем самым продать его подороже и заработать, а другой подход, когда ты стараешься сделать что-то совсем другое и скажи, ребята, у меня вот есть новинка, она вообще не такая, она совсем другая, но она тоже классная. И этот внутренний китайский рынок безграничный, ему все хорошо, и это хорошо, и то хорошо. И у них нет таких стандартов, чтобы вот этот чай не покупаете, он потому что, типа, не в стандарте. Такого нет. Ну, да, да. Они как бы пересматривают их тоже, ну, и я об этом же говорю, что это, в принципе, хорошо, но просто нужно будет протокол выработать, кто будет этим заниматься, тоже, знаешь, как всегда, это вопрос, возможно, ключевой, то есть, чтобы не случилось какой-то монополизации этого дела, потому что кто-то возьмет некая ассоциация с Пешилотеки, скажет, что, ребята, Британская Ост-Индийская компания. Я сказал, что есть правильно, остальное все не так. Что еще раз? Британская Ост-Индийская компания. Ну, типа того. Да, да, типа того. То есть, хочется, чтобы чай все-таки оставался такой живой темой, да, ну, то есть, это вот такой вот баланс между все-таки каким-то здравым подходом, да, потому что, действительно, иногда всякая ерундень попадает, и кто-то, ну, это тоже же, мы же все с этим знакомы, когда привозят там абсолютно некачественный какой-то из Китая чай, и китайцы могут подсунуть, и наши продавцы не сильно, кто-то не сильно разбирается, а кто-то и просто старается заработать побольше, везут мусор какой-то, да. И это проблема, ну, потому что и люди, которые пьют этот чай, говорят, да фу, этот ваш пуэр вообще гадость, или там какой-нибудь дешевый зеленый чай, ну, масса примеров, да. И, конечно, хорошо бы, чтобы как-то это возможно было контролировать, это здорово. Но, с другой стороны, вот есть все те, как бы, нюансы, о которых я сказал, и которые тоже, ну, не хочется все это зарегулировать в какой-то узкий поток, на который потом еще никак невозможно будет повлиять. Да. Ну, потому что, как всегда, это станет темой для бизнеса, ну, в смысле, темой для зарабатывания денег, конкретной этой вот ассоциации. То есть, кто в нее там вовремя сядет на этот поезд, как известно, тот и приедет. В общем, так, политика. Политики много в этом может быть. Нужно какую-то грань разумную выдержать. Будем надеяться на лучшее. Ну, во всяком случае, она пока только создается, в нее можно войти и как-то повлиять на это, я думаю. Ну, я говорю, да. Я за то, чтобы эту работу делать. Я за то, чтобы в этом даже участвовать. Мне тоже это интересно. Ну, я просто для себя, вот то, что у меня на ум приходят, какие-то вот такие сложные моменты, я их вот обозначил, да. Но я еще раз скажу, что я за то, чтобы это дело делать, за то, чтобы это как-то вот лучшие умы, скажем так, над этим поработали и придумали. Я поддерживаю. Хорошо, хорошо, здорово. Слушай, спасибо тебе большое, что мы с тобой поболтали. Мне кажется, обсудили самое основное, наметили. Все узнали побольше о вашей летней чайной такой тусовке, мероприятии. Просто такое. То, чего мне лично не хватило на мировом чайном чемпионате, это побольше времени для общения, ну, такого нерегламентированного, да, именно просто общения, просто большого количества чая и вот такой чайной движухи. Вот я так себе это вижу, что у вас этого много там. Да, спасибо тебе тоже, что позвала поговорить. И это действительно некий такой пробел, это мартовское наше событие, на котором вроде бы как бы мы все пересекаемся, но толком возможности пообщаться, ее просто как бы там не задумано и не запланировано. И отчасти наш фестиваль изначально создавался именно для того, чтобы просто собрать людей, которым эта тема интересна, для того, чтобы они просто могли спокойно посидеть, вот друг с другом пообщаться без спешки. Хотя и то три дня, там много всего интересного, все равно происходит какое-то. И я поэтому в том году приглашал коллег, там Сережа Кашеверов, приезжал Саша Жиряков, и я, в принципе, всех звал, и тебя тоже зову, очередной раз. Спасибо. Если уж приезжать, можно не ограничиться фестивалем, задержаться там немножко на подольше и как-то просто как раз-таки поговорить про стешил детей и все такое прочее. Просто спокойно посидеть, попить чай без суеты. Вот, вот этого, да, очень хочется. Фестиваль для этого и есть. Ну, тогда надеемся на лучшее, что все карантинные мероприятия закончатся и нужды в них не будет, и будем спокойно встречаться. И надеюсь, что многие присоединятся к нам. Вот, все может получиться. Можно много чего интересного и попробовать, и попробовать в плане подегустировать. И там, то, что я говорил, и всякие практические вещи, с травмами поработать. На самом деле, ну, поначалу когда-то у нас было такое скептическое отношение. Вот чай, вот настоящий чай, это камелия, а вот трава, это какая-то ерунда, там, подделка. Когда я занялся всем этим сам и залез туда вглубь, оказалось, что это все тоже очень интересно и, в общем-то, ну, не менее интересно. Просто это немножечко разные вещи со своими нюансами, со своей спецификой. Но одно другому никак не противоречит. Это безумно интересная тема. А мы все-таки растем, живем, точнее, в той стране, где камелия почти не присутствует. Ну, а травы, они гораздо более широко присутствуют. И, в принципе, это интересная такая личная практика, с этим вот поразбираться немножко. Ну, потому что это просто расширяет тебя, твой контакт с миром, твой контакт с природой, опять же. Потому что работа травмника – это же прямое взаимодействие с природой. Это, ну, как бы один из главных наших принципов, когда мы работаем, это то, чтобы вот этот вот контакт с местом, где мы с теми вот травами, с теми полянками, с теми там горами, где мы находимся, это очень важно. Мы стараемся очень быть бережными и вот находиться вот в этом балансе, в этой гармоничной ситуации и ее сохранять год от года. То есть мы собираем столько травы, чтобы она в следующем году опять могла легко возобновляться. Ну, там много своих тонкостей, как раз если там про эзотерику и все такое, там она вот у нас присутствует. Ну, она как бы остается где-то там за кадром для тех людей, кто конкретно, кто непосредственно работает. Такая медикативная настройка на работу, и там много всяких своих штук. Федор пишет, прекращайте, а то я точно к вам приеду. Всех заинтриговал ты, конечно, и мне тоже очень интересно попробовать это все поделать, потому что так или иначе, да, это другой продукт, но ты описал подробно, как вот вы готовите ферментированные разные листья, и, конечно, те же стадии, можно понять, как это происходит и в чае, и во всем остальном. Да, я когда стал, грубо говоря, крутить Иван-чай, я наконец-то понял, ну, то есть в деталях понял все, что происходит с Камеллией, потому что, как я уже сказал, процесс очень похожий, и вот эти технологические тонкости, то есть как бы нам китайцы их не объясняли, мы там и в силу своего знания китайского, ну и все равно, вот мы там много лет это все изучали, технологию того, технологию сего, потом там в России всем пересказывали, вот так вот делают вот это, так вот делают то. И только когда я лично стал заниматься вот этими всякими технологическими вопросами, некоторые вещи до меня только стали доходить, что на самом-то деле вот это для вот этого, а вот здесь вот так, ну, то есть какие-то вещи, пока сам не возьмешься делать, ну, ты как бы на словах их, ну, никак не получится понять, пока вот лично не займешься. Ну, и, конечно же, еще более полно, я смогу это понять, когда у меня вырастет собственный лист лет через 10-20, ну, тогда будет следующий этап, скажем так. Класс. Да, пока травы, травы тоже очень интересные. И вкусно. Вкусно и полезно, да. Ну, и я как раз таки, мне интересно развивать такую вкусовую матрицу, чтобы те вещи, которые я делаю, я каждый год что-нибудь стараюсь новое такое внедрить и придумать, чтобы это было как бы вширь. Очень разные, можно от трав добиться очень разных, но при этом очень гастрономичных таких вкусов, то есть то, что действительно приятно, как напиток, подавать и предлагать что-то необычное, и каждый год у нас что-то такое интересное появляется. Угу, классно. Сейчас мы вот начали с хвойными работать, с породами тоже. Вот, да, да, да. Мы в марте уже пробовали что-то хвойное, угощали. Ну, да, да, у нас было и с кедром, и с листьями, там все-таки интересные, штуки. Да, очень вкусно. В общем, много экспериментов. Можно вот на, если кому интересны наши травки, то вот на сайте у нас, и вот это вот «Чайный обитель», да, магазин, у нас интернет-магазин, там можно зайти, посмотреть травы, и, как мы договаривались, там промокод, и можно получить скидку, ну, там Татьяна вроде тебе писала. А, ну, мы спишемся, да, и я все тоже запостим, чтобы все об этом помнили. Ну, кому интересно попробовать наши травы, вот там можно в интернет-магазине взять все, что мы делаем. Хорошо, здорово, спасибо большое. Да. У «Чайных братьев» будет когда-нибудь франшиза? Уже есть франшиза давно, и она продается, да. Можно обратиться к ребятам напрямую и все выяснить, вот. Да, сайт t-brothers.ru, и там, ну, там есть информация, там есть контакты, можно написать. Вот, да, вот пишут люди, что с лиственницей крутая штука, да. Лиственница вообще очень классное дерево. Есть вот такие, кстати, об этом я не говорил. На самом деле я долго могу вам рассказывать про травы, если вы еще не устали, еще чуть-чуть могу рассказать. Давай, давай, расскажи. Про лиственницу, просто что есть, это вот как раз-таки тоже о том, что вот эта вот тема с лекарственными растениями, из нее, собственно, вытекла тема травяных чаев, да, и это наложило такой отпечаток, что многие растения, которые не являются, ну, то есть у которых лекарственный эффект достаточно слабый, они, ну, как бы, не было традиции их использовать. Ну, грубо говоря, бабушки лечили нас тем, чего действительно лечило. А есть такие растения, которые пищевые, то есть их можно кушать, их можно там заваривать, но они не несут какой-то яркий лечебный, ну, какой-то эффект, и поэтому они как бы выпали из поля зрения вот этих вот бабушек травниц, там, и из поля травяные чаи. И когда я стал об этом смысленно думать, я стал вокруг себя смотреть, какие еще интересные есть растения, которые безопасны в плане того, что там не отравишься, да, но при этом можно с ними поработать. Я только вокруг себя нашел там десятки таких интересных штук, и в частности, та же вот самая талга, и та же самая лиственница, например. Ну, талга-то она лекарственная, вот лиственница, например, это дерево, которое в походы мы ходили всегда, и идешь по лесу, сорвал веточку лиственницы, она кисленькая, в ней мало смолы, в отличие от других хвойных, она такая как бы пихту не пожуешь, а там, ну, она слишком выберенная. А лиственница, она очень такая легкая, приятная. И вот как бы оказалось, что она как сырье для чая очень вообще прекрасная штука, потому что она однозначно полезна, она однозначно безвредна, и она очень вкусная. И вот мы сделали сбор с вот этим вот сушеной хвоей лиственницы, и получилась обалденная штука. Сейчас будем еще дальше с ней экспериментировать. Вот, ну, еще какие-то есть вот такие интересные травы, которые как бы остались за кадром, и сейчас вот я понемножечку с ними работаю, что-то такое новое каждый год у нас появляется. Вообще супер. Да, с лиственницы, помню, и вот что-то такое более смолистое было с кедром. С кедром еще мы делали. Кедровая хвоя очень интересная. Сейчас у нас появился новый, тоже, кстати, очень-очень интересный продукт. Мы с кедровой хвоей сделали что-то типа моття. То есть кедровая хвоя, измельченная, ну, размером до 10 микрон, как моття измельчают, очень мелко. Вот такая вот пудра получается, получается обалденная штука. Она, ее можно и как моття заваривать по-японски. И, ну, еще, вот как используют моття сейчас во всяких разных рецептах, корика, там, латте, то все, там можно в тесто добавлять. Обалденная вообще тема. Очень вкусная, очень полезная тоже. Только как продукт это у нас родилось вот весной. Сейчас будем дальше с этим как-то работать, развивать. Ого, слушай, а это по вкусу, ну, совершенно не чайный вкус, да? Там что-то смолистое больше чувствуется, да? Там смолы мало. Кедровая хвоя тоже мягкая, она очень, она такая сладковатая. Ну, при этом чувствуется, что это кедр. Ну, такая сладость, она сладко-пряная, такие тона, знаешь. Ну, и легкая смолистость, она, конечно, тоже присутствует, считается. Но вот именно в такой вот степени, что это приятно, не слишком. В общем, и тоже тут еще можно с этим как бы работать в плане того, что режимы сушки будут влиять на то, как это будет получаться, пока еще мы только начинаем все это делать. Это я просто какие-то вот наметки наши рассказываю, наши какие-то пробы, которые, в принципе, уже есть результаты, с ними можно уже знакомиться, но это не значит, что я уже готов сказать, все, технология готова. Там еще год, два, три, пять, десять можно продолжать экспериментировать. Класс вообще, вот это интрига. Матяй с кедровой хвоей, это прям... Да, мы, кстати, попробовали там вот в марте в Москве, рядом с нами стояли ребята, японский чай. Помнишь, выступала девочка-то, готовила? Да, да, Лена Пашина. Да, 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 и вот мы у них там на стенде заварили, и они такие, блин, какая классная штука, надо японцам продавать, она такая вообще... А у себя мы, когда заваривали, сравнивали, мы делали такой же матья из иван-чая, порошок, очень мелкий, из кедра, и хороший японский. Мы заварили своим коллективом там, и люди попробовали такие, ну, кедровая самая вкусная, всем понравилось больше всего, даже больше японского чая. Класс, вот это да. Ну, вот, много всего можно придумать. Жизнь у нас такая. Давайте, давайте, хороших вам экспериментов, чтобы погода не подкачала, и чай, чтобы, главное, выжил тот самый из камелии. Да, да, это, конечно, ну, я как бы уже, я уже понимаю, что тут не всё от меня зависит, то, что я мог, я там сделал, и так, и сяк, и всяко вокруг него скакал, танцы с бубнами, что называется. Вот, ну, а дальше уже там бог располагает, как там дальше пойдёт. Ну, мы надеемся, что всё как-то получится. Даже если всё в этом заходе у нас загнётся, мы всё равно будем пробовать ещё садить, ну, потому что однозначно есть предпосылки к тому, что это может получить, в принципе. Ну, тут тоже, как бы, если даже не сразу, и не с первого раза это получится, ну, просто надо продолжать. Здесь нужна такая настойчивость, такая вот спокойная, последовательное применение усилий. Круто. Пишет Татьяна, да, что мантии из кедра после праздников, после десятого появятся на сайте, в чайной обители РФ. Ну, вот. Класс. Можно будет уже пробовать покупать. Да. Очень классная штука, прям рекомендую. Я сам не ожидал, что она окажется такой приятной. Я заинтригована вообще. Слушайте, а по поводу эфира спрашивали, эфир сохраню в Инстаграме точно, тут немножко поменялись алгоритмы, но постараюсь всё, что могу сделать, чтобы на Ютьюбе тоже единым роликом сегодняшние два эфира были. И тебе, Андрей, тоже ссылку пришлю. Да, хорошо, Полина, спасибо тебе большое. Спасибо тебе всем. Я рад, что ты тоже оказалась где-то там в деревне. Да, я уехала по Донампу, теперь тут живу, в самоизоляции. Вот, в семейных угодьях. Сагаровка, да, у меня теперь Сагаровка будет. Ну, ладно, будем меняться, Бартер. Договорились. Ладно, спасибо за эфир, всем большой привет. Будьте здоровы. Да, ребята, кому интересно про фестиваль, следите за анонсами, потому что я думаю, что в течение, ну, в течение месяца точно должно уже как-то стать понятно, что у нас происходит в принципе в мире. Наверное, да. Про фестиваль анонсируем, да. Кому интересна работа на травнице, сейчас, конечно, уже немножко поздновато, но, в принципе, на июль-август еще у меня есть вакансии, ну, возможно, теоретически. То есть, просто тоже непонятно, как будет ситуация и с работой развиваться, потому что в целом все с экономикой как-то сложно, но... И с работой, и с самолетами, то есть, тут много нюансов. Вот меня пустили в Анапу только потому, что у меня прописка здесь есть. Иначе бы сидела на карантине. Много нюансов. Сейчас мы в таком мире находимся интересно, что ничего не понятно, но связь работает, это уже многое нам дает. Да, да. Пишите звонки. Хорошо, Татьяна написала промокод, сделаем еще сториз, напомним про промокод и все это выложим. Все? Ну, все, спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Счастливо всем. Всем привет. Пока-пока. Счастливо.